А накануне мотоциклисты устроили целое шоу в Есентуках. Экстремальные трюки, езда на одном колесе и без помощи рук, так в городе-курорте отпраздновали День молодежи. Удивленные зрители вели прямые трансляции в социальные сети, как отметили праздник в других городах. Что произошло в небе над Пятигорском и как в Ставрополе безнаказанно разгромить квартиру, об этом в нашей постоянной рубрике «Новость из сети». Сияющие сталью мотоциклы и восхищенные крики, танцы на одном колесе, невероятные акробатические трюки. Их смелости можно только позавидовать. Байк-шоу в Есентуках ко Дню молодежи. Участниками праздника могли стать только настоящие асы в вождении мототранспорта. А в Невиномыске удалую силу показывали спортсмены. Программы для атлетов, приседания, прыжки, выброс штанги и другие упражнения кроссфита. Вторые городские соревнования собрали больше полусотни физкультурников. И пока одни прыгали с гантелей, другие скакали под громкую музыку. На фестивале красок в День молодежи беззаботность и тысячи улыбок на ярких разноцветных лицах. В Пятигорске жилицы скорее удивленные. В городе-курорте облака выстроились в лабиринт. Очевидцы, снявшие происходящее на видео, недавно выложили это в сеть. Интересно, что необычная фигура появилась ровно над каменным лабиринтом на земле. Известно, что его соорудили члены Пятигорского отделения Русского географического общества еще в 2008-м. И даже провели некий обряд одушевления. И вот теперь в небе над лабиринтом периодически происходят необычные явления. Странные ритуалы теперь можно увидеть и в Ставрополе. Необычные танцы в лесу заинтриговали очевидца. На ролике около 10 женщин, встав в круг, качаются из стороны в сторону и машут поднятыми руками. Что это? Шаманские ритуалы, славянские обряды или просто способ расслабиться? Достоверно неизвестно. Но если вам необходимо набраться сил или перезагрузиться, в Ставрополе предлагают еще один, кардинально отличный от этого способ релакса. Комната антистресс. Кувалды, биты и кирпичи помогут разнести на осколки и щепки все, что стоит у вас на пути. Такое ломательно-крушительное развлечение в обычной жизни не просто аморально, но и влечет за собой последствия. Специальные комнаты, как психологические центры, способны избавить клиента от накопившегося стресса. Спокоен сам? Пригласи начальника.